От финской легенды скоро ничего не останется. Пол терабайта на кончике пальца. Алчное чириканье. Твиттер превращается в магазин. Здравствуйте. Вы смотрите 24KZ и это ProNet. Свежие выпуски, свежие новости из мира хай-тек. Начинаем с безвременно уходящих. Субтитры создавал DimaTorzok Телефоны производить будут. Они лишь сменят название. С Nokia все понятно. Одноименная компания, продав Microsoft в бизнес по производству мобильников и смартфонов, продолжает существовать. Поэтому корпорации просто необходимо исключить это название из своей продукции. Теперь смартфоны будут называться Lumia. А вот похороны Windows Phone вызывают множество вопросов. Но и тут горестные слезы лить не стоит. Компания планирует лишь упразднить слово Phone. Останется только Windows. Аналитики отмечают, что такие изменения указывают на пересмотр стратегии. Отказ от прежнего названия уже начал происходить. Стоит обратить внимание на то, что словосочетание Windows Phone не используется в последних рекламных роликах. Да и новый металлический флагман от HTC, работающий на операционке Microsoft, назвали просто OneMate for Windows. Так что, очевидно, компания готовит почву для дебюта новой интегрированной версии операционки, которая сможет работать как на персональных компьютерах, так и на планшетах и смартфонах. Релиз ожидается весной 2015 года. Недавно мы рассказывали о жестком диске, который вмещает 5 терабайт информации. Оказалось, это только начало изменений во внешних носителях. Производители создали SD-карту, которую используют в фотоаппаратах или миниатюрных видеокамерах, объемом 512 гигабайт. Мировой рекорд на этот раз побила компания SanDisk. Носитель предназначен в первую очередь для профессионалов, записывающих видео в формате 4К и желающих использовать компактные камкордеры и карточки к ним. SD сохраняет данные со скоростью 90 мегабайт в секунду, и вместе с тем создатели снабдили ее дополнительной живучестью. Она не будет испорчена при падении и попадании в воду или при воздействии температуры от минус 25 до плюс 85 градусов по Цельсию. Стоимость миниатюрной карточки тоже вполне профессиональна. Около 800 долларов без учета доставки. Но при этом стоит помнить, что малютка обыгнала по способности сохранять количество информации многие твердотельные диски. И для кого не секрет, что в интернете можно купить практически все. И в последние годы этот процесс стал настолько простым, что теперь можно делать покупки не то что не выходя из дома, не вставая с постели, буквально во время проверки ленты новостей. Сервис микроблогов Twitter, как и обещал, все же внедрил кнопку «Купить». При ее нажатии пользователь сразу же приправляется на сайт, где может приобрести фигурирующий в Твите продукт. Функция пока доступна пользователям и рекламодателям США и работает в мобильном приложении. Первыми продуктами, которые можно приобрести с помощью коммерческой кнопки, стали благотворительные футболки и билеты на концерты и спектакли. Конкуренты Twitter также не оставляют попыток сделать свои сервисы прибыльными. К примеру, Facebook начала тестировать аналогичную кнопку еще в начале лета. В Pinterest также решают, нужна ли сервису такая функция или нет. Закончим выпуск традиционным видеопозитивом из сети. Продолжение следует... Следите за новостями хай-тек. Лучше всего это делать, если смотреть выпуски ProNet в эфире 24KZ или на сайте телеканала. Также заглядывайте на странички проекта. В социальных сетях они регулярно обновляются. На этом все. До встречи в эфире и онлайн. Продолжение следует...